Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики канала «Сольки на шести соток». Сегодня сюжет для тех, кто следит за проращиваемым косточек абрикоса в домашних условиях. Напомню, что месяц назад я замочила косточки абрикоса. Часть скрупу, или как это назвать, я расколотила и посадила одни ядрышки, а часть посадила после скарификации, то есть это нарушение северной оболочки, на перенечках я их поцарапала, и вот в эту земельку, и поставила в холодильник на стратификацию, то есть создала искусственно зиму для этих косточек. И вот буквально три дня назад у меня вырос первый сенец, показался из земли. И сегодня я вам хочу рассказать, какие ошибки, какие выводы я из этого всего сделала. Во-первых, из тех семечек, которые были посажены без семенной оболочки, у меня проросли все. Я их сегодня рассадила в стаканчики, вот он маленький-маленький, росточек сенец абрикоса, не знаю, видите ли вы его или нет. И я приложу к этому видеофото всего процесса того, что я сегодня делала, чем я занималась. Итак, первая ошибка это то, что я сажала все-таки косточками. Зима есть зима, когда вы сажаете осенью, там совершенно другие условия, там все натуральное, и если еще это юг, а не московская область, как у меня, они прекрасно вас весной взойдут. Поскольку это условия были домашними, у меня из тех, кто пыли посеяны без нарушения оболочки, то есть только поцарапаны, проросло только одно, и то он только дал корешок, что дальше будет, я не знаю, хватит всего сеяться, разрушить вот это вот, разорвать эту скорлупу или нет, не знаю. А вот те, которые я доставала, ядрышки, у меня проросли все. Вторая ошибка это посев все-таки вот в такой вот ящичек. Это не помидорки, это не перчики, это дерево. У него один сильный стержневой корень, который растет очень быстро. Поэтому если вы проращиваете косточки абрикоса в домашних условиях, каждую косточку сажайте в отдельный стакан. Конечно, сложно холодильник наполнить вот пятью, шестью вот такими стаканами, но это выход. Во-первых, корневая шейка. Здесь растение всходит, уже она определена, уже она вырастет на определенном расстоянии. Угадать усеянца, где там корневая шейка, было очень сложно. Все это примерно посажены на бум, как это в дальнейшем отродится на плодоншине, я не знаю. Прививать я их не буду, они у меня будут непривитые, то есть такие вот дикие. Это абрикосы свободного опыления. Косточки у меня росли, у подруги в Рязанской области абрикос был единственный и плодоносил. Я попробовала косточку, она горчит, то есть как это называется, дикушечка, да, жерделька. Итак, вот такие вот у меня результаты посева семян. Косточка абрикоса в домашних условиях. Как будут они расти, развиваться, как они будут заживать. Открытый грунт, будут отдельные сюжеты. Ну а что, пока, мои друзья, следим за ростом моих абрикос. Пока! Пост, скриптум или продолжение темы. Пока у меня видео лежало, никак я его не могла опубликовать. Вот так вот подросли абрикосики. Вот посмотрите, вот они. Вот такие хорошенькие листочки. Сейчас похолодало, на улице минус. А когда был плюс, у нас было потепление, я их выставляла на балкон. Немножко, конечно, они тонковаты. Один вот я пересаживала. Корневая система у него довольно-таки интересная. Думала, она пойдет туда вниз, далеко глубоко. Но она как-то идет больше в сторону. То есть она осваивает весь стакан. Не знала, что абрикос такая поверхностная корневая система. И у всех немножечко разная форма листьев. Вот я совет слышала. Выбирать из сеянцев тех, у которых самые широкие листья. Они будут более вкусные, более сладкие. Так что очень интересно выращивать из косточек какие-то растения. Тем более для наших мест абрикос это просто экзотика. Так что дерзайте, не бойтесь ничего. Выращивайте растения в своем саду. Те, которые у вас, ну, вроде бы как, не должны расти. Несвойственно, нетипично для ваших культур. Ну что вы, вот теперь пока, мои друзья. Надеюсь, у меня все получится. Мои абрикосы выдержат наши суровые подмосковные зимы. И порадуют меня и мою семью вкусными плодами. Пока-пока.